Добрый день дорогие ребята, с вами снова как обычно Михаил Илгоренков, рад приветствовать вас на этом канале. В общем-то, я планировал вчера еще записать подкасты на UFC, но решил этого не делать и вообще слегка пересмотрел свой план и объясню почему. То есть, вообще в последнее время я заметил такую тенденцию. То есть, допустим, если мы возьмем какой-нибудь париматч, они бывало ранее сами, возможно за счет своих каких-то аналитиков и так далее, даже выставляли линию вперед западных БК, особенно если это касалось каких-то крупных турниров. То есть, можно было спокойно, например, выхватить какой-то коэффициент заранее, если ты четко понимал, что он явно почему-то завышенный. И ты потом видел, как открывается на западе, например, ближе к турниру, это же исход, и по гораздо меньшему коэффициенту. И, естественно, тот же парик, например, наши остальные БК, производили корректировку линии, то есть подстраивались под запад. В последнее время тот же самый париматч начал действовать чуть осторожнее. То есть, вот они выдавили линию, например, на UFC 272, потому что первые же самые коэффи, которые вываливаются везде, это P1, P2. Но при этом они не дают какой-либо росписи, они не дают тоталов ничего, то есть ждут, когда уже на западе устаканятся коэффи. То есть, если мы, например, посмотрим даже на западные БК, то есть стандартный 5-Dimes, который открывает там первый вперед планеты всей, там все на свете. И есть остальные БК, которые это делают с гораздо большей осторожностью, то есть уже потом. Кто-то вообще ждет, когда пинка даст линию, и уже под пинку, например, подстраивается. Ну, в плане там тоталов и всего остального. Поэтому я сейчас что сделаю? Я сейчас дам прогноз на мейн-эвент этого турнира. По одной простой причине вы проголосовали за то, что будет разобран мейн-эвент. То есть, я вчера на всех своих ресурсах опубликовал опросы, конкретно Телеграм, Контакт и Ютуб, где физически можно это сделать, где позволяет там платформа. Ну, и с преимуществом явным победил мейн-эвент. Если честно, далеко не самый интересный поединок в плане ставок. Имеется в виду, здесь нет какой-то интриги. Ну, я сейчас позже объясню, почему. И забегать чуть вперед, потому что клиенты будут задавать вопросы. А когда будет разбор всего карда? Разбор всего карда я планирую записать завтра. Я вот думаю, что к завтрашнему дню уже наши БК, они, скажем так, скорректируют линию, выставят тотал, исходя из того, что дают на западе. И можно уже будет поговорить предметно. То есть, я, например, последний подкаст для клиентов, когда записывал, я объяснял. Вот, кайфы на западе, ориентируемся на них. Да, потом, когда открылась у нас, плюс-минус было там, да, то же самое. Но, как бы, все равно лучше по факту, чтобы и путаницы не было и так далее. Да, то есть, как бы, чтобы люди понимали, где какой расчет тоталов, где вообще, что к чему и как. Вот, так что сегодня бесплатный прогноз, завтра разбор всего карда. Так вот, что касается мейн-ивента этого турнира. То есть, у него есть не столько какая-то спортивная составляющая, сколько такая внутряночка. То есть, вот этот вот конфликт, который там давным-давно уже льется, Колби Ковингтон против Хорхе Масфидала. То есть, они когда-то тренировались вместе, какое-то время даже тусили вместе, помимо, соответственно, да, там тренировок, выступлений и всего остального. Да, и в какой-то момент их дороги разбежались. Разбежались вплоть до того, что Колби Ковингтон, в принципе, покинул тренировочный лагерь, где занимался. Вместе, соответственно, с Масфидалом ушел из Американ Топ Тим. Там же он занимался, да. В общем, пошел в такое свободное плавание. И в целом стоит отметить, что оба они в определенный момент добились, ну, достаточно серьезных успехов. То есть, Колби Ковингтон, в принципе, набрав достаточно хорошую победную серию, вышел на тайтлшот с Комару Усманом. Показал, действительно, очень крепкий, хороший бой. Такой бой, который мало кто мог дать Усману. Ну, после победы над Айроном Вудли, несмотря на простой паузы и так далее, опять же, еще раз получил тайтлшот и снова показал достаточно хорошее выступление. Ну, а Хорхем Асфидал за счет своего эпатажа, за счет своего стиля, за счет красивых, ярких финишей в поединке с тем же самым Беном Аскрином, Дарреном Тилом, смог, в общем-то, достаточно быстро ворваться в топы именно по ожиданиям, по эмоциям, не столько по плане какой-то спортивной составляющей. И тоже дважды подрался с Комару Усманом. И дважды ему проиграл. То есть, они оба, если откинуть Таррена Вудли и Колби Ковингтон, дважды дрались с Комару Усманом в последних боях. Оба один раз дожили до решения, и оба проиграли досрочно в другие боя. То есть, Хорхем Асфидал в реванше во втором раунде отлетел, Колби Ковингтон в первом поединке в пятом. И вот сейчас их сводят вместе, там, да, друг против друга. Непонятно просто с каким статусом. То есть, ну, понятное дело, что должен быть изначально другой поединок в этом карте. Тем не менее, сейчас чемпионского боя нет. Остался Асфидал против Ковингтона в пятираундовом формате. Не за чемпионский пояс. Сюда же воткнули Рафаэля Дусаница против Физиева. Опять же, не за чемпионский пояс, но сохранив формат пять по пять. То есть, такой получился достаточно странный турнир. Вот. Ну, давайте подумаем, что здесь какой-то там пояс Бэтмазафакера разыгрывает там, или что-нибудь типа того. Ну, вот. Исходя из стилей, исходя из того, что, как бы, Колби Ковингтон борец. Там даже можно найти какие-то видосы в интернете, где они, там, борцуются в гостиничном номере. И Колби Ковингтон из раза в раз, из раза в раз переводится на землю. Ой, вернее, Хорхе Масфидал. То есть, ну, становится понятно, что, в принципе, по стилю, да, как бы, у Колби Ковингтона есть преимущество в борьбе. Вот. При этом нельзя назвать Колби Ковингтона пробитым каким-то. То есть, он однажды лишь проиграл досрочникам у Руслана в пятом раунде, и то многие считают, что там была, ну, скажем так, преждевременная остановка. И не факт, что Комар Усман его бы доработал. То есть, сможет ли Хорхе Масфидал нокаутировать Колби Ковингтона? Сильно, вряд ли. То есть, если мы посмотрим на пятираундовые поединки, в которых они бились, то здесь, опять же, есть некоторое преимущество у Колби Ковингтона. Мы его не раз видели на дистанции в пять раундов. То есть, где он проходил, ее, в принципе, достаточно достойно, хорошо, с хорошим темпом и так далее. Вот. При этом, при всем, надо понимать еще одну такую вещь, что... Ну, я не... Вот как бы здесь, конечно, такая палка о двух концах. То есть, Колби Ковингтон, он как бы типа полусредневес и выступает всю дорогу в этой категории, но его нельзя назвать достаточно крупным полусредневесом. Он как бы мелковат. Но, с другой стороны, Хорхе Масфидал в свое время, он вообще выступал в легком. И в полусреднем поднялся, потому что, типа, я устал гонять. Там, где бабки, которые мне платят, я, типа, не буду этим заниматься. Вот. И в полусреднем весе у него, на самом деле, карьера пошла-то не самым лучшим образом. То есть, там, первые вот эти вот поединки, там, да, с Сироном он подрался, там, с Джарджейком Эйленбергером, то есть, те бойцы, которые там полусредневесами очень сильно условно считаются. Там, Рос Пирсон, то есть, началось-то, в общем-то, как-то так. Как-то так. Там, с Лоренца Ларкина, с Бенсоном Хендерсоном у него был на коротком уведомлении мейн-эвент. То есть, вообще, на самом деле, неоправданно было, мне кажется, для него решение. И чисто из-за стечения обстоятельств хорошего матчмейкинга, ему удалось выйти вот на вот эти чемпионские титулы, которые, ну, ни к чему не привели. То есть, да, короткое уведомление Сусманом на UC-251, реванш, где он уже отлетел нокаут. Ну, в общем, в любом случае, я считаю, что Колби Ковингтон – это полноценный полусредневес, пусть не самый крупный. А Хорхе Масфидал, в принципе, как был легковесом, но просто таким жирненьким стал, да, таким и остался. То есть, там какой-то мышечной массы так и набранной не было. И поэтому, ну, собственно, что мы увидим? Просто стандартную гачу от Колби Ковингтона на дистанции в 5 раундов. То есть, вот примерно такая вот история ожидается. Я уж как-то попытаюсь интригу тут накрутить, но ее просто нет. Но для меня ее нет. Можно ли ожидать здесь какую-то сечку, неожиданный нокаут? Да, конечно, можно. Все может случиться. Но если как бы объективно на бумаге, это просто будет залежка от Ковингтона без проблем. Причем вполне себе возможно, что где-нибудь там в поздних раундах позволят себе поиграться в стойке, там, что-нибудь там, да, покидать, побросать. Но во всех любых ситуациях опасных он будет переводить своего оппонента на настил. Ну, как-то так. То есть, здесь как бы больше разглагольствовать я не вижу смысла. И если мы посмотрим, соответственно, на коэффициентики 5 секунд, где у нас тут... Да, вот. Если мы посмотрим на кэфы, которые западные БК, ну вот в среднем диапазоне от 1.72 до 1.77 дают на то, что бой дойдет до решения. Ну, вот, исходя из стилей, исходя из того, что показывают бойцы в последних своих противостояниях, это очень логичный, хороший вариант, я бы даже сказал, по жирному коэффициенту. Вот. При этом, если вы ищете более, скажем так, хорошего варианта за больше кэф, можете подумать над Ковингтоном by decision. То есть, Ковингтон win by decision. Ну, тут, как бы, опять же, если по западу посмотреть, 1.89-2.1. Ну, в среднем где-то там за 1.8, 1.9 сможете где-то взять. Если выбирать между просто полным боем за условные, там, 1.75 и, там, за полную победу Ковингтон решением, там, 1.85, конечно, я просто ТБ возьму. Вот и все. Поэтому, как-то так. Напоминаю, на всякий случай, что разбор всего карта будет сделан завтра. То есть, разбирать все оставшиеся поединки. А здесь очень много интересного, реально, да? Ну, реально, если доживет вот в таком виде карт. Вот здесь реально есть где разгуляться. Здесь есть и равные по коэффициентам плюс-минус пары, там, да? Где можно по 1, по 2, там, заиграть кому-то. Здесь есть, соответственно, и по тоталам интересные варианты. Интригующее противостояние Агапова, Восьмороз. Родригес, там, против Сианан Ян. Тоже интересное противостояние из женских. Митчелл против Этсена Барбозы. Вот. Ну, вообще, Физиев против Рафаэля Дусаниса. То есть, как бы, здесь очень много интересных, еще раз повторяю, хороших, интригующих противостояний. Будет что разобрать, будет над чем подумать. А вам всем желаю удачи. Напоминаю, что на этой неделе там еще и другие турниры будут. Титан точно есть уже в линии на ММА. Ну, вот. Я постараюсь даже на него какую-то бесплатку дать. Надеюсь, она будет хорошая, с тоталами и так далее. Ну, а так, собственно, что у нас идет Дота. Контра-страйк закончился, готовится. Там, по-моему, что-то еще дальше будет. Так что просто, если что, подписывайтесь на канал в Телеграме. Там весь актуальный контент публикуются в полном объеме. То есть, я напоминаю, что ссылочки на все мои ресурсы есть в описании под видео. Здесь есть и Телеграм, и Контакт, и Инстаграм. Все на свете. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok